Здравствуйте! Сегодня у нас экспертно-аналитический клуб на животрепещущую тему, а именно миграционный кризис на границе между Белоруссией и Евросоюзом. Напоминаю вам, что мы ведем запись дискуссии. Эта запись будет доступна потом на канале пресс-клуба в YouTube. Кстати, те, кто будет смотреть нашу дискуссию в YouTube, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Спасибо. Напоминаю также спикерам и гостям про правила чата Мхауса. В соответствии с этим правилом гости экспертно-аналитического клуба не имеют права разглашать авторство тех или иных мнений за пределами клуба. Однако, хочу напомнить, что это правило употребляется у нас только по предварительному уведомлению. Таким образом, если вы хотите сказать что-то, что не должно попасть в запись встречи клуба и не должно цитироваться с вашим именем, пожалуйста, перед такой фразой предупредите нас. Таким образом, мы сможем вырезать эту фразу из записи. Остальные гости будут знать, что эту фразу с вашим именем цитировать не нужно. Напоминаю также, что у нас есть перевод на английский язык. Если вам удобнее слушать нас на этом языке, то, пожалуйста, выберите соответствующую дорожку в настройках Zoom. А наши сегодняшние спикеры – это Наста Лойко, правозащитница Хьюман Константа. Добрый день, Наста. Добрый день. Витис Юрконес, преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета, глава литовского офиса Freedom House. Добрый день, Витис. Живи Санни. Камель Кусинский, старший аналитик Центра восточных исследований Варшава. Добрый день, Камель. Добрый день, здравствуйте. И Дмитрий Мицкевич, аналитик проекта Belarus Security Blog, ведущий телеканала Белосад. Добрый день, Дмитрий. Всем добрый день. И передаю слово модератору сегодняшней дискуссии, Вадим Можейко. Вадим, пожалуйста, тебе слово. Да, всем еще раз добрый вечер. Спасибо, Антон. И спасибо всем нашим сегодняшним гостям, кто к нам присоединился. Действительно, тема – тот случай, когда назревшая и перезревшая, потому что уже достаточно долгое время миграционный кризис продолжается. Есть очень много взаимных обвинений, очень много споров, очень много разных трактовок о том, как об этом можно и нужно говорить, кто здесь жертвы, кто здесь виновники. Я знаю, что есть даже вот свидетельствующих спикеров сегодня, будем обсуждать, а это кризис или не кризис, как это называть. И все это, в общем, на мой взгляд, показывает только то, что очень важная эта тема и очень противоречивая. Ну и тут даже не надо искать информационных поводов, постоянные истории о новых рекордах. Вот сегодняшний, как говорится, 667 – новый рекорд в Польше, случилось незаконное обрещение границ, зафиксировали пограничники. В общем, здесь для споров много. Но мы сегодня попытаемся, наверное, даже не найти, кто не подвесит верлоки, кто хороший, кто плохой, а скорее попытаемся понять, что происходит, как кто справляется, как искать баланс между интересами всех участников и, собственно, к чему в итоге все это приведет. Потому что, судя по всему, далеко не сегодня все это будет заканчиваться. Мы постараемся взглянуть на эту проблему сегодня с разных сторон. Как мы видим, у нас представлены разные спикеры. Я надеюсь, мы слышим очень разные мнения о происходящем. Как уже Антон говорил, у нас есть в Чатом Хаус по запросу. Соответственно, если вы хотите сказать что-то такое, что вы не хотите, чтобы потом их где-то цесировали, вы предупредите, Антон выключит запись, и это потом никуда не попадет. Соответственно, давайте тогда, начиная с нашего первого вопроса. И Ворф формирует так, насколько успешно западные соседи Беларуси справляются с миграционным кризисом. И тут, конечно, у каждого могут быть свои критерии успешности. Кто-то считает, что успешность измеряет потом, сколько людей приняли, а кто-то измеряет успешность, как высоко построили забор. Поэтому я тут уже оставляю возможность спикерам самим высказать, как они считают. И двигаться предлагаю в том же порядке, какой у нас зафиксирован в анонсе. Начнем с НАСТО ЛОЙКО, услышим правозащитный взгляд. Дальше услышим мнения из Литвы и из Польши, в том порядке, как этот миграционный кризис стал для них большой проблемой. И все это сможет подготовить Дмитрий Маскевич. Поэтому НАСТО прошу, floor is yours. И, как я уже, да, Антон говорил или нет, у нас по традиции три рабочих языка, русский, белорусский и английский, поэтому каждый спикер сам выбирает, как ему удобнее. А если кому-то что-то непонятно, всегда есть перевод. Хорошо. Спасибо, Вадим. Я пробую по-русски. Мне кажется, что всем спикерам будет проще понимать. Я сразу уточню, есть ли какое-то ограничение по времени, есть ли какие-нибудь временные рамки, что-нибудь такое я не слышала по-русски. Да, но я думаю, ограничения по времени у нас всех есть. Я думаю, будет хорошо, если мы ограничимся в районе, это бы плюс-минус 7 минут на каждый из вопросов, с учетом того, что у нас всех еще будет возможность впоследствии давать свои комментарии, и у нас, очевидно, будут вопросы, которые мы ждем в чате Зума, поэтому прошу. Хорошо, спасибо. Я, наверное, сразу начну с того, с какой стороны мы действительно рассматриваем всю эту ситуацию. Я сама занимаюсь темой защиты прав человека, мигрантов и мигрантов, уже достаточно много, с 2014 года. И за это время мы, конечно, видели раз всякое и на близком расстоянии, и на более далеком. Занимались проблемой транзитных беженцев и беженок, которые были в Бресте, которых не пускала Польша с 2016 года. Кстати, сейчас тоже не пускается, там небольшое количество тоже в Бресте сейчас есть. Но это немножко отдельная история. Сейчас я так понимаю, что мы разговариваем про ситуацию, которая сложилась немножко пораньше, с лета этого года. И уже при подготовке к этому мероприятию я немножко высказывала свое мнение, которое здесь озвучу, про то, что мне не очень нравится термин миграционный кризис в целом. Потому что, да, есть определенные ситуации, есть определенные вызовы, но кризисом обычно называют что-то переворот, переломное состояние, что-то вот такое совсем серьезное. А я скорее рассматриваю эту ситуацию как определенный вызов, который, может быть, не только государство, но и гражданское общество в целом должны решать эти проблемные ситуации и смотреть, что можно с ними сделать. То, что все такие явления сразу называют миграционным кризисом, гибридными атаками, еще какими-то большими словами, иногда кажется, что это немножко манипуляция ситуации. И то, что беспокоит лично меня и то, чем мы занимаемся как организация, мы очень сильно во всех этих историях пробуем возвращать человеческий фактор. То есть мы просим смотреть на то, что вот на границе какие-то люди и что же это будет в безопасности государства. Безусловно, безопасность государства это очень важно, но не менее важно, что это за люди, почему они там оказались, в чем вообще проблема и стоит ли к этим людям больше присматриваться. Наше мнение про то, что действительно очень часто медиа, да и аналитические многие замечания описывают все эти события с точки зрения того, что таким же тонном описывают, что нашли столько-то людей на границе, как и нашли, не знаю, фурия сигареты на 2 миллиона евро. То есть иногда это звучит немножко похоже, хотя разговор действительно идет про живых людей, про живых людей, которые голодают на границе, которые умирают на границе, которых не пускают в нарушение правовых норм и многие-многие другие вещи. И поэтому пробуем возвращать именно этот человеческий фактор. И, к сожалению, в последние эти месяцы очень много сил приводится уделять на то, чтобы не употребляли, например, нелегальный мигрант, который мы считаем юридически неправильным, во-первых, потому что если люди даже в нарушение пограничной процедуры попадают в страну, у них нет документов, или они обошли не по той процедуре, по которой это предусмотрено, но при этом они обращаются за международной защитой, то считается, что они ничего не нарушали. Ну и, во-вторых, конечно, сам термин немножко манипулятивный, дигмонизующий, дискриминирующий. На это просим обращать внимание. Очень много было коммуникаций с белорусскими редакциями на этот счет у нас. Мы обращались и в Делфи, например, немножко пробовали работать с международными организациями. И тут с разным успехом, конечно. То есть часть медиа готовы слушать эту позицию, более корректно освещать эти события, более фактологически, без этих не совсем однозначных терминов. А часть продолжает в таком же духе все это описывать. В общем-то вопрос был все-таки про то, что справляются или не справляются с этой ситуацией. Конечно, мы видели разные попытки вариантов стран. Ну вот у нас сегодня Литва и Польша, есть еще Латвия. Сегодня вот я читала про Эстонию и Финляндию, которые тоже немножко уже узнали, что может случаться, когда и до них люди могут доезжать. И в целом, по той информации, которую я видела, это достаточно большое, конечно, количество людей. Про Польшу я видела, что это около 8 тысяч людей, которые уже пробовали попасть за это время. Про Литву около 5 тысяч, про полторы тысячи в нашней Латвии. Да, там понятно, что около 15 тысяч людей достаточно большая проблема. Но в то же время, например, я видела статистику про то, что здесь в Беларуси только с Басни год выехало в эти же страны около 300 тысяч. В том числе, часть из них приезжали в обход от пограничных официальных пунктов, про что почему-то не очень любят вспоминать. Хотя, по моему мнению, принципиальная разница между людьми из Беларуси, которые бегут по определенным причинам, людей, которые бегут из Ирана, или Афганистана, или других стран по похожим причинам, не должно быть принципиального отличия перед правом. Именно в этом заключается принцип равенства с позицией прав человека. Так вот, мне, конечно, некоторые действия со стороны государства нравились, но мне было интересно то, что Беларусь развязала все эти вещи, например, что большая часть связана с Ираком, и они при этом не боялись конфликтов с социальными властями. То, что Литва потом пробовала разговаривать с социальными властями Ирака, про это, это был интересный ход достаточно. По мне, финансировать белорусских пограничников еще до этого было всегда, может быть, не самой лучшей идеей, хотя до этого они с этим справлялись. Понятно было, что когда будет такая ситуация кризисная и конфликтная, Беларусь использует все эти механизмы давления. Конечно, не ждала, что это будет в таком размахе, но построение границ или обвинение людей в медиа, быстрое рассмотрение их процедур, без возможности обжалования, конечно, мне кажется, что это не самые эффективные меры, которые принимает государство, но и то, что государство, например, Польша сейчас выдворяет назад этих людей в Беларусь, это, конечно, абсолютно, мне кажется, не может иметь места. Это нарушает и международные нормы, и польские, даже после изменения законодательства, конечно, которое было изменено в нарушении процедур Евросоюза и международного права в целом, я говорю про конвенцию статуса беженцев, и это вызывает очень большое беспокойство лично у меня, и особенно в связи с тем, что на самом деле мы в Беларусь очень мало можем сделать, например, я не могу приехать на нейтральную территорию, и потому что я подпиской не выездил, и потому что никто меня не допустит к этим людям, как минимум, ну и в целом к ним не подпускают в том же литовском лагере, я знаю, что медиа не подпускает разговаривать с самими этими людьми, и поэтому не всегда можно даже понять, в чем история, в чем проблема этих людей. Поэтому лично мое мнение во все эти процессы можно было гораздо больше подключать и разных акторов-акторов, в том числе больше гражданских организаций с разных сторон, мне кажется, тогда бы эти проблемы решались более эффективно, вместо того, чтобы устроить стены, вводить ограничения, вводить экстренные ситуации, другие статусы, мне кажется, что это не самый эффективный путь, но это мое личное правозащитное мнение. У меня все. Да, спасибо. Спасибо, Наста, именно личного правозащитного мнения я и ждал, и отлично, что мы его услышали, потому что действительно это гуманитарное измерение к рисуну есть, и его нельзя условно игнорировать, но, с другой стороны, наверное, есть и другие мнения на этот счет. Поэтому посмотрим, тогда предлагаю сейчас передать слово Витису Уверконису, Литва, наверное, первая из белорусских западных соседей, пыкнулась с потоком мигрантов. Как самооцениваешь, насколько успешно Литва с этим справляется или справилась, может быть? Ну, первым делом я тоже согласен с Мастой насчет того, что я бы не называл этого кризисом, это напряжение, это вызов, но до кризиса, по крайней мере, такого рода, что мы видели там 5-6 лет тому назад в других странах Европы, но это точно не тянет. И если смотреть там число людей, которые вот приехали в Литву, то есть мы можем сопоставить это с тем числом белорусских, которые тоже переехали и их переехало в принципе это больше. Так что Литва и должна с таким потоком как бы справляться и в силе, но проблема в отличие, если мы сравниваем это с белорусом, конечно, что возможности для литовских властей, чиновников Департамента миграции выяснить, кто приехал, особенно имея в виду, что далеко не все имеют загранпаспорт, паспорта, нету документов, не говорят на тех языках, которым владеют как бы наши специалисты Департамента миграции, и вообще нету довольно мало знаний про регион Ближнего Востока или континент Африки, какие там проблемы, нету контакта с правозащитниками, в отличие от правозащитников в Белоруссии или в России, это, конечно, осложняет задачу, но это тоже все равно решаемые вопросы. Не люблю я тоже название гибридная атака, потому что это такой сразу подразумевает, что это такая некая война, только в этом плане используется не оружие, используются люди, обыкновенные люди, которые, вот был вопрос у Вадима, а кто является жертвой, жертвой являются эти люди, которые попали в засаду, кто виноват, ну мне вроде бы все понятно, кто виноват, кто приглашал, кто выдавал визы, сейчас уже визы даже и не надо, то есть их обманули, им что-то обещали, что в принципе по сути не должны были обещать и они попали вот такую ловушку. Вопрос, как оцениваю этот pushback, то, что Литва не впускает, я так понимаю, что решение было согласовано с европейскими партнерами и это тоже понятно, потому что для большинства этих мигрантов цель поездки это не Литва, Литва это страна транзита, они намерены ехать дальше, кто там в Германию, то Швецию, кто где. И тут вопрос Литва не только обороняет свою страну, но также границу между Европейского Союза. И я думаю, что в этом вопрос, как Литва, как и Польша, как и Латвия, являются ли они ответственными игроками всей Шенгенской системы границы. Так что, несмотря на то, что гибридная атака, как слово, оно так себе звучит, но если подчеркнуть целенаправленную политику Минска, это очевидно так. Тут даже нет вопросов. На это есть и расследование и так далее. Я даже не знаю, где тут спор по сути. И уж кто там Хьюман Константа, Наста лично долго занимается вопросами права мигрантов. То есть эти проблемы и некоторый подход к мигрантам в Беларуси был и раньше так себе. И конечно очень просто. И тут вопрос для всего правозащитного движения. И также для международных организаций понятно, что можно приехать в Варшаву, можно приехать в Вильнюс, можно приехать в Ригу и сказать то, 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 неправильно, тут не совсем по международному праву, тут давайте улучшить условия и так далее. И это и услышите наверняка где-то будет что-то поправлять. Вопрос, что мы делаем с авторитарными странами? И что делать? Уж я не говорю про все нарушения прав человека, пытки и так далее в Беларуси с белорусскими гражданами, но что делают институции ОВКБ, Красный Крест, МОМ и так далее, когда ты с ними говоришь про репрессии Беларуси, они говорят, не, мы не можем быть слишком жесткими, потому что это вопрос, ну, есть смысл оставаться внутри страны, быть underground, а тут вопрос не белорусов, тут очевидно кто приглашает, очевидно кто перебрасывает, кто ставит людей в ловушку все, и какая эффективность международных организаций, и вот тут это большой вопрос, почему не усиливается персонал международных организаций внутри Беларуси, чтобы они помогли белорусским правозащитникам, которые до сих пор есть внутри, несмотря на все эти сложности, которые, как мы помним, справлялись довольно неплохо и помогали чеченцам, когда был, ну, вот, не визов, не меньше этого у границы с Польшей, с Беларусью, да, и где тогда с чеченцами вопрос о безопасности чеченцев, имея в виду некоторые похищения, действительно стоял, да, ну, вот, то есть, если мы говорим, и тут тоже можно видеть некий нарратив от чиновников литовских, да, что, по сути дела, а что, если ты приехал из Ирака или там из какой-нибудь страны, из Африи, суда, так далее, в Сирии, если, что тебе грозит в Беларуси, то есть, вот, вот конкретно, это безопасная страна или небезопасная, по сути, для Беларуса небезопасная страна, для чеченца, наверняка, для гражданина России тоже может быть небезопасная, потому что мы знаем, что были прецеденты похищений, там, атаки и так далее, а вот граждан Ближнего Востока, вопрос, и тут, несмотря на это, и это не оправдание, то есть, в принципе, по международному праву каждый человек имеет право обращаться за убежищем, но вопрос, почему не в Беларуси, и где заканчивается эта граница, где человек будет, где его устроит как бы обращаться за убежищем, вы знаете, наверняка, что в системе Шенгена как бы есть такое называемое дублинское право, так даже если представим, что человек из из Ирака доедет до Берлина и попросит убежище там, все равно по сути его должны под дублинскому соглашению переправлять или в Литву, или в Польшу, где он пересек границу, да, и то есть, и мне кажется, что здесь очень много работы так и для правозащитников в плане просвещения, да, чтобы люди понимали, на какие риски они идут, чего ожидать, каких защищает международное право и так далее, и так же, что мы слышим и в Вильнюсе, и в Варшаве, и в Брюсселе, так же переосмысление эффективности всей миграционной политики, к сожалению, видя, как авторитарные страны используют некоторые серые зоны, если можно так сказать, я думаю, что миграционная политика будет ожесточаться, что значит, что люди будут более уязвимы, и это также говорит, насколько авторитарные страны пользуются вот теми благами международной системы, демократии и так далее, которые были созданы, и они делают все возможное, чтобы это торпедировать, и наверняка конечный как бы мой пункт, я думаю, что все другое оставлю на дискуссию, что надо также понимать, что в Литве последние 10 лет рассмотрение убежищ было где-то порядка пару сотен в год, это был такой нормальный тем, если бы открыли и не было вот этого пушбя, я думаю, что вся миграционная система бы просто рухнула, ну просто и те же самые белорусы, которые ждут в ожидании там национальных ВНЖ, решения об убежище тоже бы пострадали, и в этом плане тоже вопрос ответственности, это как и с больницами во времена ковида, вакцинации и так далее, то есть есть где-то грань, где система может просто рухнуть, да, и вопрос этот пушдак он вынужден, потому что система бы иначе не справилась, то есть это несовершенное решение, там есть некоторые моменты, которые надо как бы обсуждать, править и так далее, но в конечном итоге этот весь вызов, это последствия основной причины и проблемой является режим Лукашенко, который не отчетный ни своим граждан, ни международному праву, и это надо менять, иначе будет больше проблем, будет какие-то, вчера это была Островецкая АЭС не по правилам, сегодня это миграционный кризис, не кризис, вызов, завтра бог знает что, вот, так что мои пять копеек для начала, спасибо. Да, спасибо, Визис, очень понравилась мне эта метафора про ковидную больницу, да, и про то, что может быть не всегда это выбор между хорошим и плохим решением, тогда это просто выбор между плохими решениями, ну что, в таком случае слово Камирю, вопросы там повторять не будут, ты все слышал? да, если вопрос повторяется, тогда третьему, который отвечает на такой вопросу, уже очень сложно что-нибудь новое сказать, особенно после того, что сказал Витис, у нас перспектива и у Литвы, и у Польши они довольно на схожи, я бы вот посмотрел с другой стороны, что-то новое, сказать, с попытки реконструкции, то, что и мы делали, и делаем в центре восточных исследования реконструкции, способом мышления со стороны Минска, официального Минска, как они воспринимают нас на Западе, значит, Польшу, Литву, и почему они это делают. Кстати, делают, по-моему, совместно с русскими, об этом мы не должны забывать, что эта операция, она является частью типичных инструментов давления со стороны России, которые Россия в предыдущих годах применяла по отношению к Финляндии, например, или Норвегии, уже не упоминая Сырию, это немножко другой случай. Но возвращаясь к реконструкции мышления людей в Минске, которые тоже начинали эту операцию совместно со своими российскими советниками, они воспринимают нас, значит, Польшу, Литву, и другие страны Запада, страны Евросоюза, как такие сложные организмы общества и страны, в которых много дискуссий. Для них, конечно, слишком много, эта дискуссия бесполезна, это бардак, но эта дискуссия в этом случае она очень полезна, потому что подбрасывают нам этих эмигрантов, они побуждают дискуссию. Наши многие, с их точки зрения, конечно, слишком многие, слишком сильные НГО, с не легальной переброской людей, которые сейчас на, например, границу с Польшей, они воспринимают нас то, что как страны, где работают нормальные парламенты, не автоматы для одобрения решений начальства, с самого высокого уровня, где ведется нормальная, очень жесткая иногда грязная политическая дискуссия, где существует нормальная оппозиция и правительство, которое ненадолго, кстати, но не вечно, и которое тоже может поменяться, идет постоянно политическая игра и борьба. И вот этот кризис именно рассчитан на все эти неуязвимости с их точки зрения, как бы в их интерпретации неуязвимости демократических систем, которые, как они считают, недоскональны, мягкие и легкие для всяких игр и провокаций. Постоянно проверяют нашу устойчивость, возможность ответа, длинность процессов принятия решений, успешность принятия этих решений. Я, конечно, согласен с правозащитниками, что мы не должны рассматривать этих бедных людей, у которых действительно судьба такая, что не позавидовать и не должны мы их рассматривать как товара, как, не знаю, пачку сигарет или фуры сигарет, ни в коем случае это всегда живые люди. И вот то, что предпринимают западные страны, значит, восточные страны Евросоюза, Литва, Польша, Латвия в меньшей степени, потому что там давление не так уж большое, а в последнее время, возможно, уже начинается все в Эстонии и Финляндии, это прежде всего попытка приостановления дехуманизации и унижения этих людей со стороны белорусского режима в рамках этой игры, которую я попытался очерчить. И мы именно так должны это воспринимать, а не с такой стороны, что, например, Варшава, польские власти упрямо пытаются увеличить боль этих людей, их страдания, их жалостной судьбы. Это не так, это просто барба с цепеничной игрой Александра Лукасшенка и поэтому кстати введено то, что поэтому эти различные положения на восточной границе Польши в этих местностях на три километра от границы, чтобы кстати уменьшить медийный эффект, на который рассчитывают в Минске и в Москве, как я полагаю, уменьшить этот медийный эффект этих всех событий, чтобы уменьшить пользу медийную или как хотите пользу в рамках пропаганды от этих всех проблем. Успешности не будем конечно считать в человеческой боли, в человеческом страдании, в эсоции заборов, а в том, когда получится возможно не заставить, но хотя бы заблокировать попытки со стороны Беларуси и России в дальнейшем дехуманизировать, унижать этих людей из дальних стран. Вот это все, что я хочу на данный момент сказать. Спасибо. Камиль, рад, что у нас полностью получается гейн надеялся такой разностранний взгляд на проблему увидеть. Ну что, в таком случае приду слово из метро. Я так понимаю, практически переключаюсь на студию Белсата. Да, добрый день. Не на студию, на Ньюзрум Белсата переключаемся. И вот отсюда я собственно и вещаю. Вопрос тот же потом, насколько считаешь, успешно справляются с этим. Смотрите, на самом деле, мне кажется, если мы говорим об успешности, то давайте тогда пользоваться всеми критериями, которые в законодательстве стран прописаны. Потому что, если мы начинаем переводить все в какие-то там в ценностную плоскость, то там у нас ничего не прописано. Там мы вечно можем спорить о том, что хорошо, что плохо. Так вот, пограничная служба, она собственно для того и создана, для того, чтобы заниматься охраной границ и не допускать нелегального ее пересечения. То есть, для этого эти люди собственно и получают деньги, для этого работают эти структуры. Поэтому, если они справляются с охраной границ, значит, они делают свою работу хорошо. Потом уже, соответственно, конечно, можно обсуждать методы и так далее. Однако, вот это главный пока критерий их работы, который отчерчен и законодательно, скажем так, закреплен. Вот. Мне кажется, здесь вот то, о чем говорили выше, на самом деле, да, сложно еще что-то добавить к тому, что сказали, потому что пока вот ситуация выглядит таким образом, что быстро разрешение ее не видно, но здесь интересно несколько вещей. Во-первых, вот Камель передо мной сказал вот очень интересную вещь, да, нужно посмотреть на то, что вообще мотивирует Минск и что вот собственно их, какие задачи они перед собой ставят. Во-первых, я вот уже на эту тему и делал сюжеты, мы это уже много обсуждали, по той информации, которая у меня имеется, эта операция проводится не без помощи России, назовем это так, первые потоки мигрантов Россия помогала рекрутировать, схема эта работает с 2010 года, ранее она уже использовалась, при том, что российская ФСБ была активно задействована в рекрутировании мигрантов, при том делалось это даже не где-то за границей, а в Москве, то есть из тех людей, которые там работали, которые там находились. То есть в принципе им особо даже ехать никуда было не надо, и, например, польская пограничная служба доказательства похожих вещей уже предъявляла, то есть была не так давно большая пресс-конференция, на которой собственно тоже предъявлялись документальные доказательства наличия этих связей с Москвой. Еще одна вещь, то что данную операцию придумал господин Тертель, опять же не без помощи его друзей из ФСБ, с которыми он познакомился во время своей учебы в Российской Федерации, на ее территории. Поэтому здесь мы имеем дело с... Ну вот говорили здесь не использовать слово гибридная операция, но мне кажется оно как раз очень подходит, потому что здесь давление, при том видно очень ярко направленное. Как мне кажется, сначала была задача именно спровоцировать какой-либо кризис, а когда увидели, что именно такого большого кризиса не получается, все внимание, при том, что именно если мы посмотрим на хронологию событий, то мы увидим, что именно начало данного кризиса пришлось на Литву. При том, что Литва была выбрана с целью именно кризис спровоцировать, чтобы большое количество мигрантов на относительно небольшую Литву собственно им всю систему и поломало, потому что Витязь как раз говорил о том небольшом количестве мигрантов, которое Литва принимала до этого, и на развал этой всей системы это было и направлено. Когда увидели, что есть политическая воля для того, чтобы эти вопросы решать, есть довольно быстрая реакция, переключились немножечко на другие цели и начали более активно работать в направлении Польши. Притом, скорее всего, опять же, не без помощи своих союзников в Кремле, начали, скажем так, более активно продвигать, скажем так, нелегальных мигрантов в Польшу, опять же, для внесения вот этого раскола. Потому что, зная, что в Польше политическая борьба довольно острая, зная, что часто в разных странах политические оппоненты могут использовать различные способы для получения преимущества над своими противниками, в принципе, вот это такая тактика и была выбрана. И сейчас мы видим то, что в польском обществе есть разные подходы к тому, что происходит, однако, опять же, это вот об уровне информаторов и об уровне лукашенковской агентуры в странах Запада, они плохо оценили ситуацию и, в принципе, вот их прогноз о том, что это спровоцирует серьезное противоречие внутри стран Запада, о том, что это вызовет какой-либо большой кризис и, самое главное, о том, что это вызовет желание переговоров с Лукашенко, эти планы провалились и на данный момент, в принципе, долговременной стратегии у Лукашенко нет. Но то, что они будут дальше пробовать это делать, потому что вот Наста, например, в своем первом высказывании сказала очень интересную вещь. Нам нужно говорить о этических категориях. Так вот, разговор о этических категориях вместо категории безопасности и вместо категории того, что происходит в странах, это как раз первоочередная задача Лукашенко. Для того, чтобы люди перестали говорить о проблемах и методах их решить, переключились с вопроса причины поступления этих мигрантов, переключились с причины корня самой проблемы этой гибридной операции Лукашенко и Кремля на вот эти этические вопросы. Бедные мигранты, как им на границе плохо, давайте их все вместе пустим или так далее. И опять же, тут начинается балаган вот в таком случае, много мнений и вот приводит все это к не самым хорошим последствиям. Опять же, мы видим, что этот план снова не работает у Лукашенко, мы видим, что из Западной Европы, Польши и Литве поступают сигналы о том, что свою позицию нужно продолжать, о том, что не стоит заниматься, скажем так, дешевым популизмом и говорить, вот мы сейчас всех бедных и несчастных пустим, потому что это в свою очередь в Западной Европе опять же вызовет непонимание просто по той причине, что а как тогда в Западной Европе работать с другими странами, потому что сейчас уже понимание того, что миграционную политику нужно как-то упорядочивать присутствует, и поэтому мне кажется, что вот Западная Европа сейчас не настроена заниматься вот такими вещами и вот эту политику смягчать. Так что здесь вот как уже сказали не видно такого близкого разрешения, но о том, что Лукашенко будет давить на вот эту категорию этики, на перевод вот этой проблемы в такую плоскость, будет показывать, что смотрите, какой здесь кризис, эти мигранты вот им там начнет быть холодно, сейчас холода наступит, может быть кто-то умрет, вот многие эксперты говорят о том, что Лукашенко будут нужны такие сакральные жертвы на границе, которые они будут транслировать, показывать и, собственно, пробовать вот так дальше давить на, собственно, на политический эстеблишмент западных стран, ну и в первую очередь на, таким образом, дестабилизировать политическую ситуацию в Польше и Литве, но в Польше, я понимаю, в первую очередь. Ну вот, в принципе, так ситуация выглядит. Да, мистер, спасибо. Я это чувствовал, чувствовал, что НАСА потом захочет ответить после выступления из Метра, поэтому постарался распланировать наш парадок спикеров так, чтобы как раз у нас была такая возможность. И я предлагаю, чтобы не обсуждать просто персонально, поговорить вот о каком вопросе. Наверное, даже самым жестким критикам мигрантов понятно, что просто, значит, построить там, да, 10-метровый забор с абразурами и с них отстреливаться, это не будет являться каким-то окончательным и сильно хорошим решением. И, с другой стороны, наверное, даже самым доброжелательным людям наверное кажется, что тоже, наверное, расставить на границах бесплатные транспоры до Германии для всех мигрантов, это, наверное, тоже не будет действовать. И, очевидно, нужно искать какой-то баланс. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы сейчас обсудили, как этот баланс можно искать, каков он может быть и как его выстроить. Поэтому НАСА, пожалуйста. Слушай, спасибо большое. Ну, на самом деле, я не помню, чтобы я сильно употребляла слово «этический», я, может быть, не помнила, я больше говорила про правые аспекты, вообще-то по нормам права, которые уже есть, да, например, Литва и Польша обязаны, пускай таких людей обязаны рассматривать их заявления, ну и многие такие вещи, то есть я быстро говорится. Но вообще про баланс интересов, правда, это очень сложная тема, это то, что ключевое всегда лежит в позиции прав человека, потому что есть разные права, там есть, там мы говорим про изновления безопасности, мы говорим про права людей на миграцию, на перемещение, это еще и всеобщая декларация прав человека, есть право обращаться за международной защитой, есть право на эффективные правовые механизмы, я уже не говорю там про право на жизнь, на еду и на все остальное, да, что тут можем рассматривать. Если говорить про баланс, то мне хочется еще раз вернуться к такой немножко общей оценке картины, мы здесь, да, говорили многие вещи, но я эту проблему рассматриваю в трех измерениях. Первое измерение, это, конечно, то, что происходит непосредственно на границе, когда люди приезжают, их пускают, не пускают, или они уже попали на территорию, там, Польша, например, а Польша их назад выгоняет, там, что-то с ним делает, понятно, это одно измерение, одна тема, одна проблема, на которую мы обращаем внимание, которую мы можем измерять с позиции прав человека, там, с позиции отдельных действий, и, кстати, да, у польских пограничников в том числе есть обязанность принимать обращения с статусом беженца и привозить в специальные центры, регистрировать, чтобы они рассматривали в этом эти обращения статусы беженца, это просто для информации для СМИТРА, это одна часть измерения, здесь мы смотрим про балансы, вот есть правовые нормы, да, там сейчас вводят всякие ограничения, экстренные ситуации в Литве, и чрезвычайные положения в Польше, там, и в Латвии тоже своя процедура пограничная, да, они немножко ограничивают эти рамки, что для меня тоже немножко спорно, это одна вещь, и тут, мне кажется, немножко даже проще разговаривать, потому что уже что-то есть описано, есть от чего нам пираться. Я, причем здесь не сильно, ну, то есть я понимаю, что это определенная проблема, которая для государства, но я почему-то в меньшей степени за нее беспокоюсь, потому что для меня есть определенная презумпция доверия к этим людям, я более чем уверена, что они специально, там никто не будет пострелять от террористов, потому что есть много каких-то опасностей и там дополнительных вещах, потому что Беларусь реально сейчас зарабатывает на этом деньги, им главное количество и много-много нюансов, то есть что в какой-то момент Польша, Литва, Латвия поставят большие заборы, никто не сможет пролезть, я как бы не сомневаюсь, это просто вопрос времени, а просто тем, что делать с людьми, которые уже там, и тут для меня как бы вот есть правовая норма, в которой могу с Латвией говорить, что вот надо так делать, и так говорят нормы Европейского Союза, так говорит Конвенция Беженцев, так говорят старые отаконы, например, польские, литовские, латышские. Есть второе измерение, на которое тоже, вот мы сегодня это говорили, это злонамеренность белорусских властей, которые организовывают этот поток, да, это вторая часть проблемы, что вот они организовывают, дают визы, приезжают на самолетах, держат их в отелях, привозят на границу, перекидывают, очищают песочком, как бы это нам все понятно, да, это проблема. Да, это злонамеренность, это так не должно быть, Беларусь полностью нарушает, но Беларусь всегда было плевать на правовые процедуры, на все остальное, но я думаю, что вам не надо это мне рассказывать. И третья часть проблемы, про которую тоже я прошу все время помнить, это вообще откуда люди бегут и почему. То есть большая часть проблемы в том, что в нашем глобализованном мире, правда, из стран, в которых очень сильно нарушают права человека, очень сильно преследуют, в том числе национальные меньшинства, и по разных причинах. И я не удивляюсь, почему люди с этих стран продают все свое имущество, пользуются любым возможностью, куда-то бегут. И есть еще отдельная проблема, связанная с тем, что люди, когда бегут, конечно, эти люди бегут в странах, где тоже нет высокой правовой культуры. Люди не очень доверяют правовым механизмам, люди не знают тем более про Дублинское соглашение, они понимают, например, безопасную страну, они, возможно, вообще никогда за рамки своего города не выезжали, и для них Германия, это что-то красивое им сказали, что Польша тоже может быть для них безопасно, они просто могут не знать. Это вопрос их правовой подготовки, в том числе, к этим процедурам и объяснению, что это за ситуация. И вот я вижу здесь вот отдельных этих условно четыре проблемы, понятно, что с частью проблем правовых, мы совместно работаем с польскими организациями, насколько это можно. С Беларусью, конечно, очень сложно работать. Мы не можем ничего сейчас сильно сделать, чтобы Беларусь перестала все это организовывать. Кроме того, что вот я уже говорила сегодня, была попытка той же Литвы, мне кажется, что если такая попытка будет более активна страной Евросоюза договариваться с властями стран, откуда люди едут, чтобы там тоже контролировались эти процедуры, возможно, это было бы более эффективно, чтобы они тоже давили на Беларусь, словно чтобы остановили такие события. Хотя, опять же, мне кажется, что проблема в этих странах в первую очередь, и про нее тоже стоит помнить. Ну и, конечно, если мы говорим про правую культуру людей, ну тут, не знаю, по мне, если бы я, скажем, вдруг решила, что такое организация в стране Беларуси, я бы, конечно, и людей нормально инструктировала, потому что они же, там же по вот этим расследованиям, люди платят деньги, которые им должны вернуть, если вдруг у них не получится туда попасть. То есть, по мне, Беларусь должна быть быть заинтересована, могли бы их лучше инструктировать, подавать обращение на пенсию суд по правам человека, если их не пускают, то есть использовать какие-то механизмы более правовые. Но у нас просто они не умеют так работать, и они этого делать не будут. То есть, понятно, это большой спектр проблем, с которыми можно рассматривать отдельно. Вот этот баланс безопасности и прав человека, я понимаю, что им сильно манипулируют, пока не было никаких фактов, что эти люди, правда, могут быть опасны, как мне кажется. Плюс есть вот эта закрепленная презумпция доверия тем, в этих историях. И здесь, ну, то есть, мне кажется, что пока я бы рассматривала скорее человек, но аспект правочеловечный больше, чем вопрос, что эти люди могут быть действительно опасны, просто потому что у нас пока вот с этих 14 тысяч людей, я не слышала, наверное, в истории примера, что человек нашли, не знаю, в базе какой-то террористической организации. Ну, опять же, не хотелось бы, чтобы это, конечно, однажды случилось, но хочется напомнить про презумпцию довериям людям и человеческое измерение тоже. Да, Витяса видела папочек. Да, ну, спасибо, потому что до того, что Даннас дополнил про человеческое измерение, я даже и не сомневался, и это отлично. Ну что, Витяс, тот же вопрос. Как эффективно решать проблему? Как находить баланс? Что в Литве делать, чтобы и про гуманитарные измерения помнить, и с безопасностью, чтобы проблему решать? Давайте я по измерениям, как Наста шла, я начну с другого конца. Вопрос. Должен ли я, как рядовой гражданин, чувствовать вину насчет того, что происходит в Сирии, в Судане, в Беларуси, в Ираке и так далее? По сути, как чувствительный человек, да, конечно. Но где есть решение? Решение в том, что на это есть международные организации, которые должны быть эффективны, и если бы везде соблюдались права человека, тогда не было бы проблем, и люди могли бы жить спокойно. Но те же самые некоторые правозащитники, когда там и есть люди более левого толка, которые, когда ты говоришь, вот, права человека, демократии, то говорят, ой, не навязывайте нам это, ваши там, не знаю, те или какие-то ценности. Не-не, то есть или-или. То есть и люди бегут чаще всего, то есть опять давайте скажем честно, хотя надо разбираться с каждым кейсом как бы индивидуально, но даже, может быть, ближе, зная белорусские сотни тысяч кейсов, которые приезжали сюда, далеко не все бегут из-за репрессий, и далеко не у каждого есть документированные факты, угрозы и так далее. Хотя понятно, что может тебе прилететь от режима, просто потому что ты шел по улице и где-то обратил внимание на человека, которого там силовики избивают. Но больше, чем 100 тысяч уехал, и вот тут, я думаю, что тут кризиса намного больше, честно говоря, сколько населения из Беларуси уезжает. То есть и весь произвол и так далее. Вот тут, и это как бы тоже можно видеть некоторое пересечение. То есть если даже своих граждан, то есть про что мы говорим, что они будут как-то обращать внимание на права мигрантов из других стран. То есть так вот вопрос, чем задаюсь, как мы можем сделать так, чтобы работали международные организации эффективнее, что права человека были не там приоритетом номер пять, номер шесть и так далее. Когда мы говорим, там встречаемся в Совете Безопасности, что не говорили про геополитику, а больше говорили где, потому что в мире было бы спокойнее. Да, это такой идеалистический как бы, если говорим про второе там измерение, режим и так далее, ну то же самое. То есть мы знаем, кто создает искусственно проблему. И я думаю, что здесь и был такой выстрел себе в ногу, где режим думал, что мы создадим проблемы в соседних странах, а по сути, что они достигли, чтобы есть все больше и больше понимания, что то, что происходит в Беларуси, далеко не внутренний вопрос, что это угроза региональной безопасности, как минимум. И хотя некоторые цели они сумели достигнуть, это отвлечь внимание от того, что происходит внутри Беларуси. То есть мы и сейчас говорим про мигрантов, и уже последние три месяца, сколько, чаще всего 60 или больше процентов, мы говорим в Европе про мигрантов, а не про репрессии в Беларуси, которые все равно, до сих пор происходят. Вплоть до трагедии, как вот недавно было. Третье, я думаю, что может сделать сама Литва, то есть улучшить и условия, и правила, и действительно у нас вопрос тут не только забор строить, но и инфраструктуру, лагерь для беженцев. Это уже было проблемой 5 лет тому назад, но как это было, вопрос сотни человек, ну то есть, ну да, где, как там, а сейчас, ну реально, нужны новые здания, и это в один день не построишь. Другое, что я говорил про человеческие ресурсы, что ты там, не знаю, свагили не выучишь за один день, то есть, да, нам могут помочь европейские коллеги, чуть-чуть экспертов командировать и так далее, но в принципе, я уверен, что Литва будет вырушать политику миграционную, мы это видели в протяжении последних 5 лет где-то, и я надеюсь, что мы станем еще более европейской стороной из-за этого вызова, то есть, по крайней мере, я вижу все, как бы, не один элемент, где, 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 такой прогресс, где имеет место, как бы, прогресс, а так, обсуждение на европейском, опять, я думаю, что было ожидание, что оставит Литву одну, или там Польшу с этим, мы увидим, я думаю, что ситуация с Польшей будет накаляться, потому что приближается председательство Польши в ОБСЕ, и это будет очень таким удобным упреком, ух, двойные стандарты у вас, и то, и все, и третье, и вот еще мигрантов вам на, и то есть, и мы это видели, да, но первым делом надо решать этот вопрос без наказанности, да, если Польшей не работает по поводу Белоруссии, но есть другие механизмы, есть универсальные юрисдикции, то есть международную, международное право никто не отменил, как бы можно изобретать новые механизмы и так далее, и надо заканчивать с этим беззаконием в Белоруссии, ну иначе будет больше проблем, а то, что это является вопросом безопасности, мы же не знаем, кто приезжает сюда, и это не просто страшилка, я знаю пару как минимум кейсов, где русские граждане проходили границу, и где они в открытую врали, кто они такие и так далее, и если они врет, это вопрос, кто они такие, являются ли они угрозой для диаспоры и российской демократической, которая тоже в Литве растет, и приезжает легально, потому что Литва так для белорусов, так для русских, и не только правозащитников и так далее, проверенных кейсов, они выдают, и национальные визы и так далее, тут проблем в принципе-то особо-то нету, то есть где есть контролируемая миграция, и Настя тоже знает, когда был и были раньше поток, тоже некий был там, много было граждан из Таджикистана, которые приезжали, подавались на убежище и получали как бы это убежище, но просто сейчас количество такое неумоверное, надо очень быстро усиливать человеческий вот этот капитал в системе миграции, инфраструктуру, я уверен, что прогресс будет, ну и это отличает нас от авторитарных стран, но что делать с беззаконием и авторитарными странами, где большинство европейских политиков говорят, ну, а мы ничего не можем сделать, ну так давайте делать, быть более решительными, чтобы этого беззакония не было, потому что это в конечном итоге заканчивается проблемами и у нас также. Да, спасибо, Витя, ведь я знаю, какими словами растопить белорусские сердца, чтобы белорусы оценили. Хорошо, Камиль, тот же вопрос, как искать баланс, как искать баланс, в частности, Польша? Как искать баланс? И опять сложно что-нибудь добавить, давайте менять вопросы, но поскольку получил... Не обязательно по времени говорить столько раз, сколько предыдущих спикеров, можно и короче, если как бы что-то прозвучало, не вопрос. Я просто бы обратил внимание на очень важный, по моим, аспекты, очень важный аспект этой главной, якобы, цели, как мы можем судить по заявлениям официального Минска, или даже полуофициального Минска, цели этих действий, это сесть за стоу переговоров, как они утверждают, и прийти какому-то компромису, как добавляют немножко двухзначную, не совсем открытую, давайте жить дружно, как завершил свое интервью Лас-Инен Мукашенко, и давайте тут снимем часть санкций. Для меня это вообще дезинформация со стороны бюро-русских властей. Я не вижу никакой воли с их стороны, чтобы они действительно хотели разговаривать, чтобы хотели достичь компромис, если используют такие инструменты для достижения, как они говорят, компромисы или восстановление доверия, что вообще очень экзотично звучит в настоящих условиях, это говорит нам о полной неадекватности бюро-русского режима, что возможно с одной стороны является очевидным выводом, что они неадекватные, но тоже надо ставить вопрос, они уже ли настолько? Поэтому мне кажется, что не так уж плохо с их неадекватностью, не в таком экстремальном виде, они прекрасно понимают, что никто на никакие переговоры не пойдет в таких условиях. Например, в Польше, я это вижу, у нас есть многие СМИ, очень, некоторые из них радикальные, очень тоже опоциционные в правящей партии, есть много разных политических кругов, очень много общественных организаций, при этом тоже очень радикальные, а некоторые из них дужественные относятся к Лукасшенке, но может не совсем дужественные, толерантные, так положительные, так сказать. Пока, возможно, я не все знаю, но просто как смотрю полскую прессу и смотрю полское ТВ, пока никто не говорил, что надо вступать в переговоры с Лукасшенкой, тема спора касается лишь или даже отношения к этим людям на границе, эмигрантам, как польские народа, но не из-за этого лидера, который себя ведет как лидер страны изгоя. И вот это тоже очень, очень важный момент. Как мне кажется, в западных странах Евросоюза, например, в Германии, там тоже еще, может я, ошибаюсь, кто-нибудь меня не исправит, там тоже еще не поднимаются такие голоса и Евросоюз остается в этом вопросе довольно солидарным, а чем нам еще тоже подсказывает факт, что готовится пятый пакет санкций по отношению к Белоруссии, что тоже должно являться таким четким ответом, что мы думаем об этом предложении, чтобы вступать в таких именнах, именно на условиях в таком контексте, в новые переговоры, с Александром Лукашенко. Да, спасибо, спасибо, Камиль. Ну что тогда, Дмитрий, если тебе что-то добавить по повыску баланса, что делать? Тут на самом деле вопрос интересный, потому что, вот как я уже говорил, тут есть понимание того, что переговоров с Лукашенко, в принципе, в переговорах с Лукашенко смысла нет, и самое главное, их нет смысла только потому, что они-то собственно ничего не решат, поскольку в связи с тем, что мы уже увидели, всем стало понятно, что Лукашенко не договороспособен, что вот о чем с ним не договаривайся, все равно он все эти договоренности трактует исключительно так, как ему выгодно, не так, как написано на бумаге, и не так, как договорились первоначально. Вот тут еще отвечу на вопрос Насты о том, что вот она говорила, что вот среди этих людей там нет никого опасного, ну вот по информации Байпол, которую вот я в своих сюжетах, например, использовал, они тоже публиковали, что в принципе, ну я из других источников, то есть опять же, польские пограничники также публиковали похожую информацию среди людей, которых режим Лукашенко пробует забросить на территорию Литвы и Польши, есть люди, которые имеют непосредственно боевой опыт, есть бывшие сотрудники спецслужб стран Ближнего Востока, то есть даже когда, ну при том, что подбирают их не сами лукашисты, а подбирают их ФСБ Российской Федерации, и когда, например, передают их из рук в руки, то есть когда ФСБ передает их белорусскому, лукашистскому, пардон, ОСАМу, то тогда они говорят, что вот, например, вот эти мигранты, вот эти вот должны пройти 100%, то есть вот этих нужно перебросить вот по-любому, эти остальные там уже как пойдет, а вот этих вот надо точно. И, собственно, такие свидетельства есть, поэтому то, что будет использоваться этот фактор для дестабилизации может быть в сфере безопасности, я думаю, не стоит это сбрасывать со счетов. Вот, это первое. Здесь еще интересный, опять же, момент в том, что если мы говорим про возможности решения, опять же, вот как показал опыт Литвы, как раз-таки общение непосредственно с теми странами, которые данных мигрантов поставляют, оно свой, скажем так, результат дает, потому что для того же Ирака, например, отношения с Евросоюзом вот сейчас очень важны, и ему вот портить эти отношения только из-за того, что можно там несколько тысяч своих граждан отправить в Германию, то есть, ну, при том, что он как бы, ну, то есть на границе даже там не в Германию, а в такую, в такой авантюрный турпоход, назовем это так, смысла в этом особого нет, ни экономического, ни политического, никакого, вот опять же, поэтому мне кажется, что здесь эту тактику стоит использовать, но с другой стороны есть же, конечно, государства, с которыми это не пройдет, потому что, ну, как ты будешь вести переговоры, например, с теми людьми, которые сейчас контролируют Афганистан или Сирию, например, ну, с этими персонажами никакие переговоры не получатся, поэтому в любом случае, если вот Лукашенко будет продолжать, я уже говорил, ну, что очень вероятно и дальше оказывать давление такими способами, скажем так, превращать этот миграционный кризис во все более в гуманитарный кризис, да, обвиняя Запад в том, что смотрите, вот они не принимают этих мигрантов, они тут бедные помирают и так далее, вот, и все это демонстрируется, то есть, ну, привезут туда журналистов, то есть, ну, Озаренок поставит палатку и будет там с микрофоном сидеть и транслировать оттуда 24 на 7, то есть, ну, вот свезут туда всю эту братью и будут все это показывать. Я думаю, то, что это будет пользоваться определенным спросом, вот, потому что, в принципе, ну, знаете, аудитория такие вещи любит, вот, поэтому здесь нужно понимать, что это будет продолжаться, и если мы говорим о давлении на Лукашенко, прекращении этого кризиса, то тут как раз таки баланс в том, что нужно склонить все исключительно в одну сторону, поддаваться ни в коем случае нельзя, потому что, во-первых, если Лукашенко только этого и ждет, да, то есть, если с ним начнут разговаривать, да, и поддаваться, это значит, это будет означать то, что, во-первых, для Лукашенко это будет означать то, что он ведет совершенно правильную политику, и он все делает на 100% правильно. Он будет полностью убежден в том, что это работает, значит, и так дальше нужно делать. Это первое. При том, что, скажем так, давайте вот положим руку на сердце и скажем себе честно, то, что раньше это работало. То, что раньше вот такое поведение Лукашенко находило отклик у западных политиков, и раньше это работало. Просто, что масштаб той дичи, которая происходит, он не был настолько огромным, и средства использовались не настолько радикальные, однако сама суть была приблизительно той же самой. Это вот один момент. А второй момент, то, что это для всех остальных стран, как раз-таки других, покажет то, что, а, так смотрите, если у Лукашенко получилось, то что у нас не получится? И, скажем так, представители эстеблишмента других государств начнут разговаривать, пробовать разговаривать с Европейским Союзом, и есть вот это вот советское понятие коллективный запад, да, и с коллективным западом, вот в таком ключе, шантажировать, там, давить, там, и так далее. Понятное дело, то, что это никакому конструктиву не приведет. Поэтому здесь, мне кажется, должна быть исключительно жесткая позиция, то, что у нас есть определенные процедуры, мы вот этим процедурам следуем, мы свои границы охраняем, и мы будем, скажем так, производить давление на Лукашенко теми методами, которые у нас есть. Опять же, санкции, опять же, возможно, блокировка, я не знаю, транспортных коммуникаций, транзит этого же самого, потому что, когда Лукашенко говорил о том, что он отключит транзит, то я думаю, то, что он бы в первую очередь себе его отключил, потому что для Европейского Союза это, конечно же, дополнительные затраты, но для Лукашенко тогда, ну, куда? То есть, ну, ты себе эти логистические центры потом будешь на хлеб намазывать, или что? То есть, ну, это, понятное дело, то, что для него это значительно больше удар, и поэтому, мне кажется, что разговор должен вестись именно в таком ключе, то есть, европейские политики должны действовать последовательно и жестко, потому что, по-другому, эти персонажи, такие персонажи, как Лукашенко, просто не понимают. То есть, невозможно, как бы, говорить с, вот, с таким человеком на уровне, вот, интеллигентном, да, и на уровне доверия, потому что, понятное дело, что никакого доверия уже нет, и, как показал опыт всех 27 лет, которые этот человек находится у руля, он привык, что он всех кидает, он привык, что он не выполняет свои обязательства, и он привык, что ему все сходит с рук. То есть, и сейчас, мне кажется, что его, вот, эти действия, особенно, даже если мы посмотрим на реакцию Российской Федерации, на, вот, его истерическую риторику, там, да, в отношении Запада и так далее, они уже не находят такой поддержки даже у его ближайшего союзника Владимира Владимировича Путина, который тоже, вот, а, у которого день рождения, вот, мне подсказали, кстати, сегодня, вот, который, наверное, тоже не, вот, он не всегда рад тому, что, судя по реакции, он не всегда рад тем действиям, которые Лукашенко допускает. Поэтому, вот, скажем так, давление на Лукашенко, это в то же время давление и на Путина. Поэтому, я бы, вот, говорил о том, что, вот, что это, скажем так, что санкции, и жесткая позиция, это то, чего, наверное, вот, тот ключ, который к этой проблеме существует на данный момент, и, если мы не говорим о каких-то радикальных средствах, то, наверное, вот он и является тем самым балансом. Так, спасибо, Дмитрий, я думаю, Путина с днем рождения поздравлять не будем. Вместо этого, я предлагаю, конечно, встретить вопрос, который, в общем, будет финальный, и потом, может быть, мы перейдем, к консуручу, вопросы, к дискуссии. Хотел бы поговорить о перспективах, о том, как все это сейчас происходящее повлияет на Минск, на Варшаву, на Вильнюс, и повлияет, может быть, и не только на государство, может быть, повлияет и на общество, потому что, может быть, за Польшу, Литву, государство говорит легче, но можно начать в том же порядке с Ностой. Как это на нас повлияет? И повлияет ли вообще? Может быть, это останется, условно, такой изолированной историей? Может быть, я не знаю, может, мы и будут через два года стоять лагеря на границе застрявших, смешанные браки, что-нибудь такое? Ну да, тяжело давать какие-то прогнозы, если очень много неизвестных вещей. для меня понятно, ну, Митер говорит про жесткие позиции, для меня это не совсем понятно, что имеется в виду, это имеется в виду не пускать ни одного человека, или что за это стоит, но это и так, про то, что там, или что раньше какие-то штуки проходили, и союз на них подавался, мне тоже не совсем понятно, про что это, но это просто сейчас обращаю внимание какие-то такие вещи про перспективы. Ну, для меня понятно, что вся эта ситуация для белорусских властей, она про то, что про две вещи. Во-первых, да, это давление непосредственно через людей и создание определенного вызова для этих стран. Во-вторых, это про деньги. То есть реально они на этом зарабатывают деньги, с учетом, что Антонин, забывай, что в Беларуси достаточно большой экономический кризис, что фактически мы существуем только на поддержке России и на такие подработки условные, и они тоже в этом немножко заинтересованы. То есть они заинтересованы не просто, чтобы люди приезжали в Беларусь и пробовали попасть, а чтобы люди попадали, да, тогда им не надо будет там не обращать деньги, не что-то делать. И поэтому тут, конечно, единственная перспектива, которую я представляю, то есть я думаю, что все-таки европейские страны найдут ресурсы, возможность, ну, как бы сделать так, чтобы вообще никто не смог никуда пройти. Беларусь всех ровненько вышлет назад. Ну, у меня есть такое ощущение, что в какой-то момент это случится, и люди будут искать просто другие пути, реагируют на другие предложения, куда-то выехать, если надо. Но понятно, что это не решит никакую проблему в тех странах, откуда они бегут. Да, понятно, что это не улучшит какую-нибудь визовую процедуру. Мы тоже недавно анализировали, это тоже про практики, кстати, про то, что вот сейчас Литва запустила процедуру, что за 2 сентября можно обращаться за статусом беженца международной защиты через консульство в Минске. Это тоже был достаточно интересный шаг. Но мы сделали небольшой анализ этого, у нас есть сомнения насчет, насколько это может быть правоэффективный механизм обжалования или еще чему-то. И это хороший, красивый шаг, но при этом очевидно для меня, что эти люди не будут пользоваться этим механизмом, просто потому что им про него могут не рассказать, они могут не понимать, что это означает, для чего это, а им скажут, вот едьте с нами на границу, они скорее всего поедут. Но как механизм, как процедура, это, конечно, интересный подход, про попытку таким образом немножко смягчить. Поэтому про перспективу мне говорить, правда, очень сложно. То есть я очень надеюсь, что все-таки будет определенное правовое и гуманное отношение страны Вильнюса и Варшавы к тем людям, которые на границе едут, что им будут минимально базовые и правовые процедуры, в том числе, предусмотрены для них. А на Минск, ну да, я соглашусь с тем, что было озвучено, что мне кажется, что они поймут в какой-то момент, что это все бессмысленно и невозможно, ни на что, в принципе, они не влияют и просто остановят всю эту процедуру, просто надо немножко подождать. Но это приблизительно мой прогноз. Данас, спасибо. Тогда тоже в порядке. Витис. Я вроде бы уже в предыдущем своем высказывании сказал, что я уверен, что будет и больше открытости гражданскому обществу, волонтерам и так далее. Это было так очень-очень осторожно, но уже некоторые и мои коллеги как бы волонтерили в лагерях для беженцев и так далее. То есть мы тоже еще созреваем как демократия. Думаю, что все больше и больше доверия есть и гражданскому обществу, и это хорошо. Хотелось бы, чтобы мы двигались чуть-чуть быстрее, но есть как есть. Все равно это прогресс, даже если он чуть-чуть медленнее, чем мы бы ожидали. И я уверен, что как бы по этому вызову нам будет толчок улучшить некоторые процедуры и бытовые некоторые моменты даже, может быть, осмыслить и некоторые вот такие возможности, как работать через посольство. Но это то, что мы можем контролировать и то, что действительно будет, несмотря на то, что сейчас вот недавно был отчет от омбудсмена из парламента, как бы то есть есть рекомендации, есть над чем работать, и я рад, что живу в демократической стране, где есть этот процесс. Второй момент, где мы не контролируемы и где нет этих checks and balances, то есть авторитарные страны, что с этим делать, но я говорил, что мы должны быть более решительны и то есть не отпускать, не закрывать глаза и требовать и ну как ни смотри, Беларусь одна из основателей ООН, то есть есть обязанности, несмотря на то, что это авторитарный режим, да, есть механизмы санкций, они точно будут, я уверен, что это давление будет, но я думаю, что как раз вопрос, как решиться в целом ситуация с Беларусью, есть какая-то лакмусовая, является лакмусовой бумагой того, как международное право вообще действует в авторитарных странах, пока все печально, но то есть это реально, вот Байден сейчас будет делать форум демократии и так далее, это уже не надо, никакие конференции, вот вам образец, Беларусь, страна, которая не является самой сильной, самой богатой авторитарной страной, да, то есть, но делает сумасшедствие какое-то и беспредел полный, так что, если по Беларуси международное право не может работать, что это говорит для такого человечка, как Владимир Путин, да, то есть, что это говорит для других авторитарных стран, как Турция, как там Китай и так далее, то есть, если мы ничего не можем сделать, ну, а что, мы ничего не можем сделать, да, все, закрываем эту демократическую повестку, права человека и так далее, и не теряем время на это, и, то есть, и не надо никаких форумов и так далее, и сказок, когда Швеция в председательстве ОБСЕ, и мы не можем двигаться с новыми выборами в Беларуси, когда там пытки доказаны, то есть, документированы и так далее, и мы можем только говорить, ну, что, а что мы можем делать, когда есть институты ООН, которые внутри Беларуси работают, и мы все равно смотрим и говорим, что, а обязана Литва, обязана Польша, да, обязана, потому что есть, но, а что вы делаете, как международные институты, там каждый чиновник, каждый глава офиса там получает зарплату, где платят налогоплательщики всего мира и так далее, это твоя личная ответственность, и где-то прятаться за спиной, что, ой, там обеспокоены какой-то условный коллективный Брюссель и так далее, не, не, не надо, что ты конкретно сделал, что ситуация с правами человека в Беларуси была лучше. Точка. Да, спасибо, Визис, действительно, что ты конкретно сделал, это хорошее обращение, не столько к международным институтам, а вообще каждому, каждому человеку полезно думать, что сделал сам. Ну что, перейдемся дальше, Камиль. после таких звучных, громких заявлений еще сложнее что-нибудь добавить, можно даже создать плакат, ты не спрашивай, что коллективный Запад сделал для тебя, а что ты сделал для коллективного Запада. Ну, если так серьезно, мы тоже должны обратить внимание на то, что будет происходить в Беларуси. Мы должны помнить, что белорусские власти, в отличие от, например, российских властей и российских структур, спецслужб, с каких-то пограничных ведомств и тоже гражданского государственного аппарата, они не имеют опыта общения и долго временного общения с мусульманскими общинами. Беларуси это не Россия. Совсем чужие по культуре людей, по тоже языковому плане. Я уже не говорил про известность, как бы, знакомство с арабскими языками или другими, более странными для белорусских чиновников. Здесь даже не о чем говорить. Но уровень английского языка тоже остается как бы тут остается желать улучшил, эти хотя бы белорусские пограничники в отличие от полиских или литовских, они не проходили обязательных в Евросоюзе всяких тренировок, всяких занятий по повышению квалификаций в языковом плане, хотя бы в плане английского. Нету ресурсов, чтобы держать этих людей на более длительный промежуток времени. Нету такого. И если эти люди, а это мы уже замечаем, конечно, сложно это точно подсчитать, но мы замечаем, что возможно, много этих людей все-таки остается с белорусской стороны границы, что они не смогут и в ближайшее время в таком количестве они тоже не смогут перейти эту границу, это будет тоже критическая масса, которая в свое время тоже окнется там для белорусских властей. Это тоже будет вызов, что с этими людьми делать. То, что мы должны помнить, что эти люди заплатили уже за услугу, они будут разочарованы, они будут выдвигать свои претензии, а это не тихо-мирные белорусы. Значит, тут тоже есть много вопросов, что с ними делать дальше? Это вопросы, скорее всего, около Лукашенко и его людям. Как они на это отвечают? Это тоже открытый вопрос. Но я тоже у нас в Польше дискуссия, конечно, довольно горячая, то, что в экспертной среде есть сторонники концепции, что Лукашенко будет продолжать это давление даже через всю морозе, на холоде. Есть тоже сторонники концепции, в том числе Лия, что Лукашенко не хватит ресурсов, чтобы держать этих людей в дальнейшем и он будет как-то сокращать эту волну еще до зимы. Конечно, есть разные взгляды. Несмотря на это, остается открытым вопросом, сколько, как долго Лукашенко сможет продолжать эту операцию даже с поддержкой Москвы, причем я сомневаюсь, что эта поддержка Москвы, она тоже в том числе финансовая. Опыт последних лет в отношениях между Белоруссией и Россией показывает, что Россия очень экономит на поддержке Белоруссии и не думаю, что в этом плане будет иначе. Спасибо большое. Спасибо, Камиль. Интересный поворот про такие возможные протесты большевосточных мигрантов в Белоруссии. Вспоминается история, может быть, не так, что такое известная, как в 2015 году китайские рабочие, которые работали в Белоруссии в Добрушино строительство картонного комбината, как они ходили маршем на Минск или сотнями, это было до 2015 года Белоруссия не самое типичное зрелище. Интересно, если мы увидим в Белоруссии возвращение уличных протестов силами мигрантов из Ближнего Востока, это будет однозначно неочевидное событие. для тех, кто будет смотреть видео и не видит нашего зум-чата, нас надеемся, было бы красиво. Посмотрим, как это будет. Хорошо, тогда Лас Батной Клист, Змитер, какие видишь перспективы для Минска, Варшавы, Вильнюса? Не знаю, и для Брюсселя. Тут Витя спринял вопросы мирового сообщества, международных организаций. Ой, ну вот про перспективы для Литвы и Польши тут мне кажется до меня уже все сказали, тут сложно что-то новое добавить на самом-то деле. А вот перспективы для Беларуси на самом деле очень интересные, потому что опять же, мы Беларусь рассматриваем в двух измерениях. Мы рассматриваем Беларусь как Беларусь, как белорусские народы, мы рассматриваем оккупационный режим, который на данный момент на территории Республики Беларусь установлен. Так вот, его представители я думаю, что в скором времени обнаружат, что у них на территории, на подконтрольной территории находится определенное количество нескольких тысяч человек, там по разным оценкам до 10 тысяч человек на данный момент их на территории Беларуси, с которыми они в принципе очень плохо понимают, что дальше делать и как-то замотивировать их, вот опять же, например, вернуться в свои страны. У них в принципе плохо получится. Во-первых, в силу того, в силу отсутствия понимания мотивации этих людей, это раз, а во-вторых, в силу отсутствия банальных знаний даже того же языка. И мне кажется, что если эти люди здесь на определенное какое-то время задержатся, то вот, да, как сказали, что могут у них возникнуть какие-то недовольства, на самом деле очень запросто, и мне кажется, что эти недовольства могут выражаться в различных очень интересных формах. Опять же, плюс, давайте не забывать, что белорусское общество довольно консервативное по своей натуре, и я думаю, что для обычных людей, то есть, ну, в тех же там, не знаю, ашмянах, например, для них вот нахождение там, я даже в Минске уже это напряжение, да, то есть, уже в Минске это людей раздражает, а в маленьких городках нахождение этих людей, я думаю, им, в принципе, особой радости не добавит. Да, я думаю, что и местные органы оккупационной власти тоже не в особом восторге от наличия вот даже там нескольких сотен мигрантов в небольшом городке, потому что, опять же, с ними надо что-то делать, то есть, ну, надо как-то ситуацию держать под контролем. Мне кажется, что в любом случае это для властей станет определенной проблемой, то есть, ну, как, например, да, если этих людей возвращать назад, то это нужно делать за свои деньги, ну, это нужно будет делать за свой счет, потому что никто больше на это денег не даст, то есть, нужно организовываться, то есть, ну, опять же, нужно шевелиться, что-то думать, пока мне кажется, опять же, это свидетельствует о горизонте планирования режима Лукашенко, то, что об этом вопросе, да, такой реакции Запада они даже не задумывались, то есть, у них плана Б на случай вот провала операции не было, ну, и вот сейчас посмотрим, как они быстро его выработают. В любом случае, мне кажется, что он от них потребует, скажем так, немалых усилий. Я бы еще сказал здесь, что тут будет большую роль играть еще, насколько эти мигранты на самом деле приехали из России, вот этот фактор, то, что если кто-то вот остался из тех, кого забросили непосредственно из Москвы, то, ну, может быть, кто-то в Россию вернется. Но, мне кажется, теперь уже количество таких людей не настолько большое. Опять же, вот мы, статистики у нас по этим мигрантам, к сожалению, нет, вот это очень плохо. Было бы, наверное, очень интересно посмотреть, какой там срез, из каких стран и вообще, какие у них там настроения. Вот это было бы, потому что пока мы только по их редким публикациям в ТикТок можем судить, как они вообще на ситуацию смотрят. Ну, вот публикации в ТикТок на самом деле у них довольно забавные, ну, им во всяком случае весело, то есть из того, что я вижу, то есть они веселятся, песни поют и на самом деле слабо, наверное, понимают, что их ждет в ближайшем будущем и куда они направляются. Вот. Поэтому, ну, в принципе, это, наверное, такое же поведение и у действующих белорусских властей, да, они тоже веселятся пока и не особо понимают, куда дальше это может привести. Но, в любом случае, это приведет к дальнейшей более жесткой реакции Запада, да, это приведет к ужесточению санкций, это приведет к дальнейшей изоляции Лукашенко. Ну, вот как он будет действовать, на самом деле, сложно предсказать, потому что он увидит, да, то есть возрастет социальное напряжение с этими мигрантами, что-то нужно будет делать, пока сложно понять, что они смогут предпринять, то есть, может быть, они сейчас почешут немножечко свою репу, так сказать, и решат организовать похожий кризис в, например, на границе с Украиной, да, то есть, почему нет? Вот, понятное дело, то, что Украина у них, Украина довольно-таки важный торговый партнер для Лукашенко, и Украина, как мы видим, пока воздерживается от резких очень радикальных действий, например, санкционных, поддержав только первый пакет санкций в отношении режима Лукашенко, но почему бы Лукашенко, например, для демонстрации большей лояльности еще Владимиру Путину не вот выбрать, например, такой ход, да, и не полезть, как говорил классик, поперед, батьки в пекло, да, почему бы, вот, например, не попробовать такую активность, так сказать, замутить, поэтому вполне, вполне возможно, то, что он будет попробовать использовать этих людей как-нибудь еще, вот, ну, потому что, опять же, да, вспоминается тут история, ну, то есть, откуда эти мигранты знают, в какую сторону Польша, в какую сторону Германия, в какую Украина, вспоминается история, да, как под Петербургом какой-то очень предприимчивый россиянин в лесу наставил пограничных столбов и водил вот мигрантов через эти столбы, говоря, что там вот за этими столбами Финляндия, ну, и брал с людей за это деньги, понятное дело, и вот, мне кажется, что, в принципе, вот режим Лукашенко от этого недалеко ушел, и потому, вот, именно прогнозировать, как они будут действовать, сложно, потому что, на самом деле, это логических, да, вот действий, которые логично бы подходили под ситуацию, довольно много, но вопрос в том, что с логикой вот здесь все очень сложно, и поэтому я бы не брался говорить, что вот прям на 100% как-то так будет. Понятное дело, то, что, вот, как я уже говорил, будет этот гуманитарный кризис, они будут пробовать вот таким образом эту ситуацию раскачать, но еще как-то попробуют использовать этих мигрантов, если, опять же, не нарвутся на какую-то, на какую-то серьезную реакцию с их стороны. Вот так. Спасибо, Смитер. Вспомнили про то, значит, про каналы, коммуникации с мигрантами, потому что, действительно, они остаются у нас таким, ну, в общем, усилевым игроком, про который мы говорим, но чего голоса мы и не слышим. Будет, конечно, интересно, я думаю, что все возникнут. Я тут не могу не вспомнить историю о том, как, вероятно, мигранты, или потенциальные мигранты пришли в фейсбук-группу одного из партнеров нашего сегодняшнего мероприятия, Беларусь Инфокус. Да, я вот только хотел рассказать про это. Ну, да. Да, Антон, может быть, расскажи эту историю, мне кажется, это тоже интересное дополнение к происходящему. Да, ну, в Беларусь Фокусе есть группа Беларусь Инфокус Journalist Network, которая используется в основном журналистами, в основном западными, мы там обмениваемся общим информацией, вот, и с какого-то времени просто в эту группу начали добавляться люди, ну, скажем, с нигерийскими или с какими-то арабскими именами и фамилиями, иногда даже написанные вязью, вот, и вот один нигериец, он выложил такой документ, причем он сразу, сразу выложил как бы скан документа, вот смогу ли я с этим документом, а это именно ходатайство выдачи краткосрочной визы в частном унитарном предприятии по оказанию услуг New Visa, вот могу ли я с этим документом заехать в Беларусь, после чего, ну, я написал ему, что что да, ну, в смысле, я не знаю, может ли с этим документом, но дальше, если ты как бы пытаешься попасть в Европейский Союз, то как бы сейчас много историй о том, что люди замерзают в лесах, вот, и после этого он такой, а, да, спасибо, и его следующее сообщение было, кто-нибудь может мне подсказать, как я могу попасть в Евросоюз легально, то есть человек в общем, я не думаю, что он сильно знал, что Беларусь это не часть Европейского Союза, ну, и то же самое было такое же сообщение от афганца, который находится в Иране сейчас, он такой, как я могу попасть в Беларусь, я ему пишу, ну, ты же знаешь, что Беларусь это не Евросоюз, он говорит, блин, так а что мне тогда делать здесь, типа, я в Афгане с в Иране, мне здесь вообще тоже делать нечего, ну, я не нашел, что ему сказать, но, в общем, действительно, вот такие какие-то события, я, конечно, не знаю, как это может быть сделано, но мне в голову приходит, что, возможно, Евросоюз мог бы делать какие-то информационные кампании на земле вообще, и как бы объяснять людям вообще, где что находится, и что является Евросоюзом, а что не является, и как туда можно попасть легально, а как нельзя, потому что я, мне кажется, что вот после этих историй, что для довольно большого количества мигрантов, как бы, они узнают о том, что они как-то нелегально попадают вообще в Евросоюз, и, возможно, на границе, где их, как бы, белорусские пограничники начинают просто выталкивать в лес и говорить, вот туда идите, а назад не идите, потому что вот у нас мы вооружены и готовы стрелять. Вот. В общем, да, я думаю, лучше, так сказать, для социологов, правозащитников и всех интересующихся, я приглашаю присоединяться к группе «Белорусский фокус» в Фейсбуке, там иногда можно пообщаться непосредственно с мигрантами. Я напомню, что у нас есть возможность задавать свои вопросы спикерам, для этого надо в Zoom поднять руку, а Антон внимательно изучает не только сообщения от афганских, негерийских бешенств, но и ваши поднятые руки в Zoom, и обязательно обратите внимание. Наверное, пока вообще этих вопросов таких не видел, я бы хотел попросить Насту еще немножко прокомментировать, потому что в чате Zoom я уже знаю, что Наста что-то знает про ситуацию с настроениями в КМНЦе, и что к Констанции тоже обращались потенциальные мигранты, может, тоже сможешь что-то рассказать интересное на этот счет. Опять же, on the record, on the record, насколько возможно. Нет, все, спасибо большое. Да, на самом деле, хочу несколько вещей прокомментировать. у нас есть общественная приемная по защите прав человека, иностранных граждан виз без гражданства, и к нам тоже немножко, несколько человек обращались, и по вопросам виз, и по вопросам, что вот собираются ехать, какую-то информацию уточнять, и даже недавно написал человек с Ирака, сказал, что его брат находится вот там в этом, в нейтральной территории или в Польше, вот там, где они там не пускают общество про эту часть, но на стадии, когда мы стали уточнять его персональные данные, брат просто перестал отвечать, выходить на связь, и как бы большей информации не смогли получить, но в целом, да, то есть это очень регулярный запрос разных стран, кстати, в Беларуси есть черный список стран, которым никогда не ставят визы, то есть раньше было, сейчас наоборот, возможно, этим странам ставят визы, чтобы организовать их приезд, наверное, ситуация немножко поменялась, но я еще хотела немножко прокомментировать про возможности, невозможности, что Беларусь может делать с этими людьми, если они здесь застрянут, у меня вообще нету ни одного сомнения про то, что Беларусь очень просто решила эту проблему, к сожалению, вот я все время начинала заниматься темой этой в 2014 году, когда в Беларуси был на чемпионат мира по хоккею, и это событие активно использовали перевозчики, перевозчицы, это выглядело так, что они там говорили людям, мы вземь вас в Европу, они перевозили их в Беларусь, потому что тогда можно было по билетам на хоккей без визы въезжать, они их перевозили, и говорили, все, в Европе выкидывайте паспорта, ну, в общем-то, а потом, понятно, их находили в миграционной службе, сажали их в изолятор, они вдруг понимали, что это Беларусь и Неверсоюз, ну, то есть были все эти истории ужасные, и тогда, конечно, это не про 10 тысяч человек разговор, но вот я, например, когда мы занимались там только людей из Бангладеша, в Минском, Ципе, тогда еще не более в основном Ципе содержались, было 84 человека, то есть там была общая сложность около 200 человек с разных стран, и понятно, что еще по Беларуси много таких изоляторов, где люди могут содержать, то есть, в принципе, если они пойдут по пути принудительной высылки, то сорганизовать имерезидительную высылку за счет самих людей на самом деле не такая большая проблема, они проводили уже такую практику, и у них уже наработаны все эти возможности, поэтому я подозреваю, что для Беларуси большие проблемы с организовать это и административными и юридическими ресурсами не будет большого труда, поэтому не думаю, что они разрешат этим людям оставаться долгое время на территории Беларуси. Но это опять же... А если можно уточнить условно такой пойманный мигрант из Бангладеша без документов, а как за его счет организовать его услугу технически? Это происходит таким образом, у нас на практике человека помещают в изолятор с очень плохими условиями содержания, например, была в таком изоляторе, не знаю, как они там месяцами содержатся, но их туда помещают, они человека опрашивают про его имя, хотя бы какие-то данные собирают информацию, но если люди приехали через их канал, я думаю, что у них будет информация, их паспортное будет проще. Они делают запрос в ближайшее посольство этих людей с просьбой подтвердить личность этих людей. Люди сидят там месяцами, пока посольство подтвердит личность, и вот мы, например, занимались тем, что мы пинали посольство, консульство, чтобы побыстрее это происходило, и потом они просят контакты кого-то родственников, там просят связаться к ним-то, ну, то есть нам не дают звонить, могут один раз сказать, вот телефон, позвони там родственникам, скажи, чтобы тебе прислали билеты, прислали нам туда-то. И к нам вот тогда, в то время, на нас выходили, там у нас была одна инициативная группа, которая этим занималась, к нам прислали родственники в результате билеты, мы несли эти билеты в Агим, и Агим тогда быстрее их посылал к этой дате. То есть процедура выглядела так. Да, это немножко затягивается, но сейчас я думаю, что они с новыми возможностями, с целыми большими фирмами, которые задействованы, могут организовать это все гораздо быстрее. Ну и плюс я напоминаю, что они зарабатывают достаточно большое денег на этих людях. Я думаю, что немножко денег для высылки у них вполне найдется. Спасибо за эту историю. И тогда, если можно, вернемся к истории в Коминце. Что там за ситуация? Это может быть какие-то клэши с жителями? Да, это не про напряжение, это про скорее эту часть я не дочитала комментария, про самоналичие вот просто неправедной информации, то, что как будто бы часть людей содержит в том числе в Коминце сейчас, но это, опять же, мы не знаем, как это проверить, но что где-то недалеко от границы люди сейчас находятся вполне очевидно и очень жаль, что у нас мало информации про это и понимать вообще в каких-то условиях и как они там находятся. Но, опять же, в Беларуси вполне хватит репрессивные механизмы людей строго охранять, если надо сажать силы в самолеты, то есть вообще не вижу в этом проблемы, мне кажется, что как раз они с этим отлично справятся, ну, к сожалению, потому что сама такая ситуация. Ну, да, я думаю, в нехватке репрессивных практик сложно заподозрить белорусский режим. Хорошо, Антон, есть ли у нас вопросы в Зуме или, может быть, сегодня у нас будет такая дискуссия, когда мы вот все в процессе выяснили и не осталось каких-то дополнительных подробностей еще обсудить? Да, но в Зуме есть скорее какие-то комментарии. Вот активен, например, Павел, если я не ошибаюсь, это партия «Зеленый». Павел, возможно, вы хотите подключиться к нам и что-нибудь нам сказать? Ну, если Павел из партии «Зеленый» есть, то есть, что было название, да, не только реплики в чате, в принципе, можно. Хотя я его больше не вижу в списке участников, так что... Ну, вот был комментарий такой от Марии Слепцовой насчет того, что Эль Змитер говорил о том, что иммигранты в Тик-Токе веселятся и поют песни, и Мария Слепцова пишет «А белорусы плакали на протестах? Сейчас гумор – это одно, что можно выратовать в этих жорских ситуациях». В принципе, смешные видео в Тик-Токе – да, с одной стороны это такое. Наверное, если не представишь, что я застрял непонятно где и не понимаю, куда мне деваться, ну, возможно, я запишу видео для Тик-Тока сделаю такое. Кто знает. А вообще вопросов я не вижу. А может, кто-то хочет высказаться, например, Валерий Иванович с нами. Валерий Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, да. Рад всех слышать и видеть. Ну, я тут что хочу сказать? Ну, вот насчет гуманитарной чистой проблемы. Эти люди несчастные, которые оказались в таком переплете, в такой засаде. Но я хочу обратить внимание, что для того, чтобы прилететь в Беларусь, они заплатили достаточно большие деньги. Несколько тысяч, 5, 10, 15 тысяч. То есть, это люди, по моим представлениям, не совсем бедные. Продали все имущество, не знаю. Вот. с точки зрения простого беларуса, вот эти люди не выглядят такими бедными несчастными. Вот. Это первое. Второй момент. Да, беларусские власти настойчиво с помощью вот этой мигрантской атаки хотят тянуть Европейский Союз переговоры, но тянуть на основе своей повестки дня. То есть, Европейский Союз ввел санкции с требованием прекратить репрессии, освободить политзаключенных, начать внутрибелорусский диалог. А теперь беларусские власти, устроив миграционную атаку, хотят поменять порядок дня, повестку дня. То есть, давайте говорить, но будем говорить не о внутриполитической ситуации Беларуси, а будем говорить совсем по-другому. Мы прекращаем мигрантскую атаку, вы отменяете санкции. Вот. Ну, сама по себе идея как бы изначально неплохая с точки зрения официального Минска и логика здесь была. Ну, и кроме того, был расчет на определенный раскол внутри Европейского Союза. Ну, частично вот эта вторая задача достигнута, потому что ряд институций Европейского Союза фактически выступили с критикой действий правительства Литвы, ну, резолюции Совета Европы, например. какие-то Европейский суд какие-то решения принимал. Вот в этом смысле в этом смысле ну, какая-то минимальная задача с точки зрения психологического удовлетворения для белорусских властей она есть. вот но я хочу обратить внимание, что в этой атаке задействовано сразу несколько белорусских институтов. Это пограничники, это дипломаты, это пропагандисты, потому что все это сопровождается активной информационной атакой на соседние страны. Вот то есть это такая организованная стратегия. Ну и вот появилась информация сегодня от польских ссылок на польские спецслужбы, что будто бы Беларусь сворачивает эту компанию и там визы уже перестали давать. Насколько это соответствует действительности сложно говорить, потому что с одной стороны прекращают давать визы, а с другой стороны количество мигрантов на белорусско-польской границе бьет рекорды. То есть одно не стыкуется, не согласовывается с другим. Ну вот с учетом того, что готовится пятый пакет санкций, с учетом того, что Лукашенко проводит одно совещание за другим с вопросом, как нейтрализовать ущерб от введения санкций, видимо, белорусские власти понимают, что их стратегия не дала того конкретного практического результата, на который они рассчитывали. Спасибо. если можно дополнить насчет этой информации из polskих источников. Здравствуйте, Валерий Иванович. Очень рад с вами общаться. Мы тоже общались. Кстати, тоже посредством зума искал нас к вам. Ну, хотя бы так. Вот насчет этих информации тут не все так просто. Мы должны помнить, что если белорусские власти будут разворачивать эту операцию, а по-моему, они будут это делать, и возможно, если мы будем опираться на эти информации, они уже это делают. Они будут это делать медленно, так, чтобы сохранить лицо, не будут перекрывать все сразу, а вот эти рекорды, которые берутся в последние дни и тоже за последние сутки, это последствия этой критической массы, которая уже накапилась в Беларуси. И если перестали выдавать визы, это все может разтыковаться, потому что новых не будет, а этих, которые уже накапились в Беларуси, будут выдавливать, чтобы тоже избавиться от проблем. Посмотрим, конечно, все, жизнь нам покажет. По-моему, успеха в этой операции белорусской власти не получили, не достигли, успех частичный. Я бы не сказал, что это полный провал, но успех частичный и будут, возможно, уже думают, что с этим делать дальше. Спасибо. Спасибо, Камиль, спасибо, Валерий Иванович. Ну да, большая разница между некоторым психологическим удовольствием и успехом операции. Психологическое удовольствие можно достичь значительно более легким способом. Хорошо, есть ли тогда еще у кого-то из спикеров или наших гостей желание добавить еще какой-то комментарий перед завершением нашей дискуссии? Если нет, тогда, в принципе, можем закругляться. Не всегда надо затягивать больше двух часов, можно и наоборот. Тем более, что я знаю, что есть люди, которые есть, куда спешить. Спасибо всем, кто сегодня принял участие в нашей дискуссии. Я думаю, конечно, сложно было рассчитывать, что все позиции однозначно сойдутся, но, на мой взгляд, получилось даже еще больше взаимопонимания, чем можно было рассчитывать. А это уже очень хорошо. Поэтому будем надеяться, что у мигрантов так или иначе все будет хорошо и все останутся как-нибудь живые и здоровые, даже если не всегда едут, куда хотели. И тогда попрошу еще напоследок Антона сделать небольшой анонс про некоторые новые, еще новый дополнительный формат дискуссий, который мы также будем на следующей неделе начинать. Еще посмотрим, когда именно. Поэтому, Антон, может быть, немножко расскажешь про то, как мы будем обсуждать скоро не только проблемы настоящего, но и вопросы, связанные с будущим. Да, Вадим, сейчас я, сейчас я, безусловно, оповещу. Да, в общем, в общем, мы запускаем такой проект, который называется «Диалог о будущем». Это серия дискуссий с теми, кто думает о будущем Беларуси и помогает закладывать фундамент этого будущего уже сегодня. В последнее время происходит очень много событий, практически каждую неделю что-то такое из ряда вон выходящее, что могло не происходить или оставаться незамеченным прямо годами до событий 2020 года. но вот мы считаем, что важным является возвращение в общественную дискуссию обсуждения будущего, чтобы наполнять смыслами концепт «Новая Беларусь», также способствовать конкретизации ведения будущего в обществе. и такой диалог о будущем мы собираемся начать на следующей неделе. Пока что мы еще обговорим детали с участниками. Предварительно темой такого первого мероприятия будет экономика. Советую. Вот я кидал в чат адрес на столовик спрашивать, можно ли про тюремную реформу. Я думаю, что почему бы и нет. Я кидал в чат Zoom группу «Беларусь Инфокус Джерман и Стэнфорк». В том числе и там будут появляться анонсы наших будущих мероприятий, включая диалог о будущем, включая встречи эксперта аналитического клуба, включая презентации, включая пресс-конференции. Поэтому призываю вас подписываться, заходить в эту группу, будете получать все обновления там. Вот. Спасибо, Антон. Замечательный призыв. Мы на сегодняшней нашей дискуссии уже вспоминали, что белорусские власти пытаются сместить акцент разговора про человека о свободных выборах, сместить акцент на разговор о том, как решать миграционный кризис. Кризис мы сегодня много слов называли. Видимо, что одно из последствий это и в принципе разговоры о будущем Беларуси, которое очень важно для многих. Поэтому, да, будем со своей стороны тоже вносить свою лепту для того, чтобы не забывать, как важно обсуждать, какой будет новая Беларусь. И в том числе, да, тут у нас про тюремную реформу действительно. Я думаю, очень многие белорусы в 2020 году обнаружили, насколько вообще-то важно, чтобы в местах лишения свободы были условия не унижающих человеческого достоинства. И обнаружили, что это очень даже всех касается. Посмотрим, я думаю, разные темы сможем обсудить. Спасибо еще раз всем, кто сегодня с нами был. Спасибо всем, кто будет смотреть это видео. И до новых встреч в Экспертно-аналитическом клубе. До новых встреч. Если вы смотрите нас на Ютубе, пожалуйста, не забудьте лайкнуть, можно прокомментировать и можно подписаться на канал и поставить колокольчик. Нажимайте, в общем, все кнопки, которые видите, и нам будет проще до вас добраться с нашими новыми мероприятиями. Всем спасибо за интересную дискуссию. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok